На самом деле, директором восьмой год. В 2005-м я перешел в школу с телевидения. У нас местный канал есть, он тоже называется «Пятый, как в Петербурге», но мы раньше организовались. Вот смотрите, что получилось. Я пять лет проработал на телевидении, а до этого я пять лет проработал в школе. То есть вот такая у меня скачка произошла. Пять лет в школе. Я работал учителем истории общества знания. Ну там конкурсы разные, там учитель года выиграл в городе. Ну это как бы все было. Потом с телевидения как-то так резко судьба забросила. Татьяна говорит, что случай, жертва обстоятельств и так далее. Тоже жертва. Не на тех людей поработал в предвыборной кампании, честно говорю. И учредитель мой был как раз с другой партии. Ну и как-то мне так предложили «До свидания». А родная партия не бросила. И учтя то, что у меня есть педагогическое образование и пять лет до этого опыта, вот предложили возглавить школу. А в той школе как раз директором была женщина, которая мне практически родственница с детства знаю. Ну то есть так безболезненно достаточно переход состоялся. Я себя не очень уверенно чувствовал, сразу говорю. У меня есть четкое мнение о том, кто должен быть директором. И я как раз это правило нарушил относительно себя. Потому что мне кажется, сначала ты работаешь учителем какое-то время, там 4-5 лет. Потом, ну 2-3 года хотя бы. Мы, кстати, эту тему уже с коллегами обсуждали. Завуч, ты должен быть руководителем, вот назовем так, в школе это среднее звено получается между учителями и директором. И затем уже, да, ты можешь, когда глядя со стороны там, в чем наошибался предыдущий теперь руководитель, ты можешь в принципе уже какую-то деятельность хотя бы от этого исходя, отталкиваясь строить. Вот. То есть история вот такая. А сейчас уже 7 лет директором, 8-й год. Ну как бы школа стабильна. Ну, наверное, у нас все школы нормально стоят на ногах. Но с единственной особенностью, что здание там аварийное у нас, спортзала нет, мастерских своих нет. Мы в трех зданиях живем, два из них арендуем. Ну то есть вот такая беда есть. Ну там, это как бы проблемы такие живые, с которыми можно работать. Мне, наверное, повезло. И не наверное, а точно повезло. Когда я пришел в школу, коллектив был просто уже готовый, что называется, сформированный. Самое интересное, что я закончил соседнюю школу. Я местный, извините за такое просторичное выражение, в доску местный, половина моей сватья-братья и так далее. То есть я в школе просто зашел через порог. Здравствуйте. Вот он, я вернулся. Как бы так. Да. То есть и тем более пять лет на телевидении до этого я работал. Лицо канала, что называется, новости вел. Знали меня точно. Но так настороженность была. Сможет ли вот бывший журналист там справиться со школой. Тем более пять лет не работал, практики не было. Ну, мне кажется, я своим стал. И давно, наверное, уже года два-три. И вот, опять же, соглашусь, наверное, с Андреем, что действительно требуется время, чтобы ты сам себя показал, чтобы люди поверили тебе, за тобой пошли. Вроде бы идут. Хотя, конечно, все наши вот эти реформы, которые в последнее время идут, я думаю, коллеги не дадут соврать, они очень мешают сплачивать коллектив. Инсот, ФГОС и так далее. Потому что мы-то это воспринимаем, ну, кстати, мы тоже это воспринимаем не очень же хорошо, потому что для, то, что для Министерства нововведения, для нас это очередное нежданное задание. Поэтому так, ну, трудненько работать. Наши школы совершенно разные. Даже здесь четыре человека сидят, у нас совершенно разные школы. Мы задачи разные выполняем. Если моя школа, допустим, дает хорошие баллы ЕГЭ, у меня там больше 50% детей поступают в вузы престижные, Питер, Москва, там, за границу даже едут. И в Польшу, Чехии учатся. То, вот, допустим, я вот слышу сейчас от Алексея и боли его в другом. И я ему буду рукоплескать и лично буду руку жать только за то, что он какого-то двоечника от тюрьмы спас. Вовремя советом педагоги его школы, психологи помогли ему не сорваться, не уйти на этот путь скользкий, нехороший. И почему это не педагогика и почему это не педагогический подвиг? Почему за ЕГЭ я молодец, а он за ту работу, которая, давайте так, она во сто крат сложнее, или с талантливым поработать и вывести его туда, помочь чуть-чуть. Он и так мотивирован, у него мама, папа университетские, там, преподаватели институтские, там, инженеры с высшим образованием. Или вот из такой среды ребенка вытащить и поставить на путь истинный. И я вот это уже не один раз, кстати, говорил, и на этом просто настаиваю. Нельзя только ранжировать вот по всяким ЕГЭ. Это в корне неправильно. Тот директор, который до меня был, ей было 64 года. Она вот ушла на пенсию, в школе осталась при этом. Вот ей сейчас 71, она до сих пор ведет историю, она еще историк, как и я. И коллектив был, ну, давайте так, очень возрастной. Более того, коллектив был, скорее всего, женский, и, наверное, они все-таки обратились. Ну, не в том, что был, он остался. Ну, да, молодые педагоги приободрились, но совершенно зря, конечно, но, тем не менее, это было. Но приободрились, давайте так, это не только в плане того, что, ну, веди нас, Данко, сердце вырывай вперед. Пошли, в принципе, у меня сейчас, я не скажу, что омолодился коллектив. А как вы это сделали? Потому что известное дело, что очень трудно проводить педагога на пенсию. Ну, давайте так, вот, я не буду говорить о том, что там была какая-то системная работа, там, поиск, там, по институтам, заявки. Скорее было и то, и другое, и какой-то элемент случайности. Ну, давайте начнем с того, что школа, ну, в городе мы, у нас их 18 школ, ну, так, стабильно, так, третье-четвертое место по разным показателям мы держим. Ну, так, два статусных, там, две гимназии, лицеи есть у нас. Вот как-то, из общеобразовательных, наверное, ну, лучшие мы. Уж извините, коллеги, кто будет слушать. Это уже при вас или школа уже была? Она была на этом месте, я за 7 лет ни на йоту ниже не опустил. Вот, я считаю, это уже, как бы, заслуга. Правда, и подняться нам удалось только в этом году, вот мы обскакали лицей. Но не знаю, насколько это тенденция или пока случайность, бахвозная. Ну, ладно, это, за этим все рьяно же следят, как бы, своими рейтингами, там, и так далее. А так как у школы, ну, какой-то определенный бренд есть, там, номер школы-то в городе и звучит, педагоги где-то и сами притягиваются. То есть, если я, допустим, звоню в соседнюю школу, ну, давайте так, мы где-то своих взращивать очень трудно, а вот готового педагога, уже хорошего, зарекомендовавшегося из соседней школы, можно где-то и заинтриговать, заинтересовать и переманить. Поэтому кадровый вопрос, ну, вот как-то так решал. Где-то приходили сами молодых, ну, человек пять уже вырастили за это время, которые уже тоже, трое упорхнули уже в гимназии. А, то есть и приходят, и уходят. Естественно, ну, давайте так, где-то им становится, ну, может быть, тесновато. Ну, все-таки общеобразовательная школа, и хочется поработать с детьми, там, скажем так, очень высоко мотивированными. У нас, вот особенно этим летом трое педагогов просто взяли и перебрались в гимназию. Мы их вырастили, они нас отобрали. Вот не знаю, как коллеги, я поначалу, может быть, все через это проходили, я бывало повышал голос на детей. Вот у меня бывало такое. Ну, года четыре назад я полностью отказался от этой практики. Я стараюсь доводами. Вот просто железобетонно, спокойно, нормально. Ребенок тоже человек, логику понимает. Ну, если, конечно, это не клинический случай, такие, к сожалению, редко оно случается. Поэтому логика, спокойствие, а это успокаивает всю обстановку. В каждом коллективе, если не создаться вот такого семейного какого-то анклава, там, не будет нормальной работы. Праздник вместе. Действительно случилось что-то. Ну, давайте так, случилось горе. Сбросились теми элементарно деньгами, помогли. Свадьба. Сделали подарок от школы. Вот, знаете, как приятно, когда у нас по пятницам в городе свадьба, не знаю где как, когда приезжают дети, которые закончили школу, сигналят, бегут по кабинетам, целуют учителей, забегают ко мне в кабинет, там, что-то там говорят, там, ура, ура, что-то весело щебечут. Ну, приятно же. Продолжение следует...